Бобр попал в тросовую петлю браконьеров. Он сидит, пока не придет хозяин ловушки. От остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей. Еще несколько петель инспекторы обнаружили неподалеку от пленника. Кировградское общество охотников и рыболовов было передано сообщение о факте незаконной охоты, так как место поимки бобра граничит с охранной зоной заповедника и относится к охотничьему хозяйству. Применение петельного лова в России жестко регламентировано в правилах охоты, где запрещено использование подобных орудий для добычи пушных. Животных, каким и относится бобр, отметили в пресс-службе заповедника. Государственный природный заповедник Висим был создан в 1946 году. Но из его задач была реаклиматизация редкого в то время для Урала речного бобра. Дороги к экологической тропе Висимского заповедника, гости охранной зоны могут сегодня наблюдать плотины, хатки и места кормления бобров. Государственные инспекторы заповедника продолжат создавать условия для того, чтобы бобрам ничего не угрожало.